Ну, я, собственно говоря, всё о старом добром ультразвуке и не столько, да, не столько о, скажем так, о достижениях в ультразвуковой диагностике при раке яичников, сколько о тех трудностях, которые возникают при этой диагностике. И, глубоко уважаемые коллеги, если обратиться к статистическим данным, то, к сожалению, за последние 30 лет они мало изменились. О чём они свидетельствуют? Они свидетельствуют о том, что, как и 30 лет назад, и в настоящее время, в основном поступают на лечение пациенты с распространёнными стадиями рака яичников. И смертность от этого заболевания прочно удерживает первые позиции. Почему? Потому что, вот вы видите, что 60-80% составляют пациенты с генерализованным процессом. К сожалению, эти показатели за 30 лет мало изменились. И, конечно, много проблем возникает с диагностикой этого заболевания, много задач стоит перед ультразвуковым специалистом. Вы видите их достаточное количество. И, в принципе, за долгие годы в ультразвуковой диагностике научились решать большинство из всех этих поставленных задач. Но, конечно, как и любых других специалистов методов визуализации и лабораторных исследований, также ультразвуковых диагностов, долгие годы интересует вопрос возможности ранней диагностики. Где вот эта грань между добром и злом и как её находить при диагностике опухоли яичников? Но, к сожалению, надо сказать, что в литературных данных, и, так сказать, в принципе, это хорошо известно, звучат слова о том, что на настоящее время ни у нас, ни за рубежом не существует тестов ранней диагностики рака яичников, именно инвазивного рака яичников. И в связи с этим давайте обратимся к рекомендациям экспертов ВОЗ. Они, да, старые, но, тем не менее, здесь о чём мы читаем. Заболевание должно иметь ясно, какие условия существуют для того, чтобы возможно было проводить скрининг при конкретном заболевании. Каким характеристикам должно отвечать это заболевание? Заболевание должно иметь ясно распознаваемую преклиническую фазу. Должен существовать удобный скрининговый тест или исследовательский метод, регистрирующий эту фазу. Течение заболевания развития от преклинической до клинической фазы должно быть достаточно изученным. То есть о чём идёт разговор? О том, что, к сожалению, видимо, вся проблема кроется не в том, какие технологии открыты на настоящее время, каких достижений, каких успехов мы достигли в этой области, а, видимо, в том, что достаточно мало или недостаточно изучены этиологии патогенеза, этого сложного и грозного заболевания. И получается парадокс. То есть, с одной стороны, в литературе, в диссертациях, в статьях мы находим достаточно изобилие о достижениях ранней диагностики при раке яичников. С другой стороны, показатели заболеваемости и смертности не снижаются и, собственно говоря, не имеют тенденции к изменению. И академик Ашрафиан как пишет об этом, что, к сожалению, до настоящего времени отсутствуют достоверные знания о вариантах предрака, частоте его перехода в рак и факторах, обеспечивающих этот переход. Таким образом, рак яичников на данном этапе развития медицины не соответствует основным условиям проведения популяционного скрининга. И, соответственно, как бы ультразвуковой метод, к сожалению, как и любой другой метод визуализации, не может, в принципе, на данном этапе развития медицины являться методом скрининга этого заболевания. То же самое мы находим и в клинических рекомендациях Минздрава Российской Федерации 2018 года, где мы читаем о том, что скрининг рака яичников не рекомендован в общей популяции женщин, а также у женщин без факторов риска. И что трансвагинальные исследования, иммунологические исследования маркеров не оправдали себя на пути решения этого вопроса. О чем идет разговор? О том, что в основном, да, американским обществом онкологов рекомендованы эти исследования в группе высокого риска. То есть это в группе наследственных раков. А на самом деле эта группа очень небольшая, по данным разных авторов, от 5 до 20%. А большая часть рака яичников – это спорадическое заболевание. И, так сказать, уже в этой большой популяционной группе, к сожалению, вот, так сказать, четких скрининговых тестов не разработано. Но почему же такие сложности возникает вопрос? Все-таки мы сказали уже с вами о том, что, да, в основном эта проблема кроется в этиологии патогенези этого заболевания, в малоизученности этих вопросов. Но, как бы, разберем это, давайте более подробно. Почему возникают такие проблемы? Конечно, основная причина кроется в колоссальном морфологическом многообразии опухолей яичников. В колоссальном таком, которого нет ни в одном другом органе. И это с одной стороны. С другой стороны, всем нам хорошо известно, что рак яичников развивается абсолютно бессимптомно. И поскольку это заболевание более свойственно для женщин постменопаузального периода, то очень часто маскируется под видимостью различной другой соматической патологии. И поэтому легко может быть пропущено. И колоссальное морфологическое многообразие, оно, как бы, обусловлено и многокомпонентным строением ганат, и необычайной мозаичностью микроскопической структуры, многообразием сочетаний, то есть в одной опухоли, может быть, несколько морфологических вариантов, наличие переходных форм, возможности мультицентрического роста и обилием метастатических поражений. Поскольку любая опухоль любой морфологической природы и любой локализации может метастазировать в яичнике. И, конечно, вот это морфологическое многообразие, но отражается на сложности диагностики, поскольку ультразвуковой метод визуализации, он отображает строение органа и строение опухоли. И, соответственно, также характеризуется таким же колоссальным многообразием. Но любое утверждение ультразвуковое о доброкачественности опухоли, так же, как и других каких-то методов, нельзя считать абсолютным. Это всем хорошо известно, поскольку макроскопическое изображение и, соответственно, ультразвуковое может не соответствовать микроскопическому заключению, а то, о чем уже сегодня доктор Хохлова говорила. И абсолютная картина доброкачественного образования, безусловно, не дает высокой вероятности утверждать, что не найдет патоморфолог в структуре опухоли очагов злокачественного роста. То есть речь идет о том, что… Да, и еще также хорошо известно, что опухоль больших размеров и сложной ультразвуковой структуры может оказаться доброкачественной или, так сказать, первой-второй стадии рака яичников. С другой стороны, опухоль минимальных размеров может быть третьей-четвертой стадии заболевания. Иными словами, приоритет установления точного диагноза принадлежит, безусловно, только гистологическому исследованию. И об этом также написано в клинических рекомендациях 2018 года. Разберем сложность ультразвуковой диагностики на примере самого распространенного рака, серозного рака, который является для широкой врачебной аудитории в целом прообразом злокачественных опухолей яичников и рака яичников. Всем хорошо известна ультразвуковая картина многокамерного образования с выраженными сосочковыми структурами, которые могут быть меньших размеров, больших размеров. Но, в общем-то, эта картина всем хорошо известна. В тех случаях, когда опухоль полностью заполняет кистозные полости камерой образования, или это просто представляется более солидным, и мы можем говорить о преимущественно солидной структуре, или это истинное солидное образование, то есть различных размеров солидное образование. Но самое сложное для диагностики при раке яичников – это диагностика опухоли в неувеличенном яичнике. То есть размеры яичника не увеличены для репродуктивного или постменоползального периода в соответствии с нормативами размеров, но при этом там есть опухоль. То есть все томограммы ультразвуковые, которые здесь представлены, вы видите, небольших размеров опухоли, они не подлежат никакой ни по категории юта, ни по другим классификациям, ни в солидное, ни в солидно-кистозном образовании эта картина не относится. Но это все раки. Это все рак сирозной карциномы. И я всегда привожу вот эти клинические примеры, которые очень наглядно свидетельствуют о том, насколько неспецифическую картину может иметь рак яичников. Но обратите внимание на вот эту картинку. Это на стекле полностью, это кристаллеровский срез, на стекле полностью лежит яичник. К сожалению, ультразвуковые томограммы этой пациентки не сохранились, поскольку это было очень давно. Но история была такова. Пациентке предстояла операция по поводу рака шейки матки 1В1 стадии. И, естественно, перед операцией проводили ультразвуковое обследование. Поэтому томограмма ультразвуковая, как бы она была, я ее видела, но она была сделана на рентгеновской пленке, поэтому, в общем-то, она не сохранилась. Во время операции хирурги обратили внимание на бугаристость левого яичника. В связи с чем было принято решение расширить объем операции, поскольку при 1В1 стадии рака шейки матки и так выполнялась операция Вергема, но расширить объем операции решили до удаления большого сальника. И послеоперационный диагноз звучал уже следующим образом. Рак шейки матки 1В1 стадия, рака яичников третья стадия. Третья стадия, третья В. Почему? Потому что в одном, вот в этом бугристом яичнике, который совершенно не увеличен, как вы видите, были обнаружены разрастания аденокарциномы с псамомными тельцами. Вот они, вот эти точечки белые, это разрастание аденокарциномы. И в одном из полюсов яичника вот скопление на протяжении 4 мм вот этих разрастаний аденокарциномы. И когда я посмотрела эту ультразвуковую томограмму, то увидела в нижнем полюсе яичника кальцинат 4 мм, позади которого была акустическая тень. И все. То есть полностью структура яичника была не изменена. Скажите, уважаемые коллеги, это специфический признак? И какой классификации, каким градациям можно этот признак отнести? Никаким. И расценивать это, как, так сказать, оперировать всех женщин подряд, у кого мы будем выявлять такой признак, естественно, неправомочно, так сказать, зачем удалять яичники с такой картиной. Но знаю, что такое бывает. Вот это уже более свежие ультразвуковые томограммы и гистологическое исследование. Пациенткой, которую наблюдали по поводу рака молочной железы, также вот один яичник, не увеличенный совершенно, при ультразвуковой томограмме, были выявлены вот такие в корковом слое толщиной 1-2 мм гиперэхогенные включения, позади которых вы четко видите акустическую тень, четко видна акустическая тень. И поскольку я знала, что так бывает, естественно, я обследовала этой пациентке. Конечно, я бы не утверждала однозначно, если бы видела только один яичник, что это злокачественный опухоль, что это рак. Но, безусловно, увидев метастатически измененный сальник у этой пациентки, уже как бы это дало мне основание написать заключение соответствующим образом. То есть вы видите, насколько сложная, неспецифическая картина бывает при раке яичников, и, безусловно, это говорит о сложности диагностики. И в целом получается, что да, бывают опухоли кистозно-солидного строения, преимущественно солидного, и опухоль в неувеличенном яичнике. Но как старались ультразвуковые специалисты, исследователи улучшить ультразвуковую диагностику на пути решения вопроса ранней диагностики? Большие надежды возлагали на цветовое энергетическое доплеровское картирование. И было много работ посвящено этим исследованиям, и говорили о том, что для злокачественной опухоли характерно более центральное расположение сосудов, либо такое более хаотичное расположение сосудов и гиперваскулиризация. Но с другой стороны мы видим опухоли, в которых нет большого количества сосудов и нет центрального расположения сосудов. Но это рак. То есть, опять-таки, нельзя расценивать эти признаки как те признаки, которые помогают решить проблему ранней диагностики. Более того, те пороговые значения, которые предлагали при анализе индексов изучения скорости распространения по сосудам и различных индексов, они также не дали волшебных результатов. Почему? Потому что, обратите внимание, для злокачественной опухоли характерны периферические и центральные, низкое сопротивление, высокая скорость. И, в принципе, похожие результаты были получены всего лишь у желтого тела. При анализе этих кривых для желтого тела. То есть, опять-таки, не выявляется какой-то специфики, которая бы позволяла провести четкую грань между добром и злом. В свое время японцы предложили бальную систему. Это было также давно, которую используют и модифицировали теперь для классификации подсчетов системы ЮТА. И многие другие исследователи это разрабатывают. Но, опять-таки, здесь нет ряда факторов, которые бы полностью позволяли бы проблему эту оценить в целом. Из современных технологий. Эластография. Да, она показывает более злокачественные ткани, выглядят более синими участками. Это говорит о высокой жесткости. Если говорить о контрастно-усильном исследовании, то, естественно, вошь-ин, вошь-аут накапливает быстрее в артериальную фазу, быстро выводит венозную позднюю фазу. Это, безусловно, отмечается при злокачественных опухолях. Но, в целом, надо сказать, что все эти современные технологии повторяют те данные, которые мы получаем при серошкальном исследовании. То есть, ну, как бы просто подтверждают нас в каком-то решении, которое мы приняли уже, проанализировав эту опухоль в обычном стандартном серошкальном режиме. То есть, по большому счету, нельзя сказать, что применение современных технологий серьезно продвинуло нас вперед при решении вопросов ранней диагностики рака яичников. Если говорить о морфо-ультразвуковых сопоставлений, которыми мы много лет занимаемся в нашей клинике, то, к сожалению, здесь тоже мы не получили каких-то волшебных результатов. Но обратите внимание, вот мы видим совершенно неувеличенные яичники на ультразвуковых томограммах. В данном случае имеется разрастание рака в серозной оболочке. В этом случае полностью замещен практически корковый слой. Ну, что мы видим? Неувеличенный яичник с практически неизмененной ультразвуковой структурой для женщины постменопаузального периода. И никаких, собственно говоря, специфических изменений в этом изображении мы, к сожалению, не получаем. Конечно, одинаковое лечение применяют при лечении рака маточной трубы и рака яичников. Но, тем не менее, опять-таки, это сложный диагноз дифференциальный как для патоморфологов, так и для ультразвуковых специалистов, что же первично – опухоль маточной трубы или опухоль в неувеличенном яичнике. Вроде как метастатическое поражение яичников бывает при современном оборудовании достаточно несложно выявлять маленькие метастазы в неувеличенном яичнике. Вы видите вот такие солидные округлые образования, которые локализуются в корковом слое яичника, и преимущественно там локализуются метастазы различных опухолей. Но что мы получаем при сравнении с другими анализами других ультразвуковых изображений и других клинических ситуаций? Такое же ультразвуковое изображение, как и при метастатическом поражении, то есть округлое гиперахогенное образование, мы получаем при небольшой фиброме. при небольшой фиброме. Такое же округлое гиперохогенное образование, и всего лишь это белое тело, генерализованный рубец на месте желтого тела. Такое же округлое образование гиперохогенное, даже с периферической воскулиризацией, а это ангиоматоз в яичнике, участок ангиоматоза. Иными словами, что мы видим? Совершенно идентичная ультразвуковая картина, и здесь также есть и другие примеры, и гранулезоклеточная опухоль, гиперохогенное образование, гиперохогенное, то есть все это округлое гиперохогенное солидное образование. Идентичная ультразвуковая картина, а морфологическое заключение совершенно различное. Совершенно различное. То есть понимаем мы, что специфичность для диагностики нашего метода, мною горячо любимого, достаточно низкая. Но мы знаем, в какую мы эпоху живем. Да, мы уже сказали, что, к сожалению, нет специфических ультразвуковых критериев для ранней диагностики инвазивного рака. Но, тем не менее, в настоящее время большинство женщин стремится сохранить репродуктивную функцию, несмотря на те грозные диагнозы, которые порой ей предлагают онкогинекологи и, так сказать, не реагируют на заключение рака, потому что хотят иметь детей. И как в данном случае поступать и что разрешено? В принципе, в основном органы, сохраняющие операции, допускаются при пограничных опухолях. И эти опухоли занимаются, конечно, интересуют многих специалистов различных областей, занимают определенную нишу. И ультразвуковая картина этих новообразований достаточно специфичная и характерная. Метастазируют они так же, как и рак, имплантационным путем. Сейчас разговор не об этом. Картина ультразвуковая достаточно специфичная. В большинстве наблюдений это все-таки кистозное образование с мелкососочковыми пристеночными структурами по внутренней поверхности капсулы. При этом, если это небольших размеров образования, то они совершенно четко отделяются от неизмененной структуры яичника. Неизмененной структуры яичника. И что мы видим? Вот морфологическая картина этого образования. Сосочки из фиброзной ткани, которые при эластографии окрашиваются в темно-синий цвет. Конечно, пролиферирующие эпители – это морфологическое заключение. И, безусловно, мы его не видим, потому что это очень тонкие структуры. А вот неизмененную строму яичника, безусловно, мы видим и видим вот эту четкую границу между опухолью и неизмененной тканью яичника. И вот такие, в основном, преимущественно картины, характерны для ультразвукового изображения пограничных опухолей. Но, безусловно, при этом следует помнить о том, что приблизительно в 20% случаев, так свидетельствуют данные литературы, на фоне пограничной опухоли могут быть при гистологическом исследовании обнаружены фокусы рака. И что мы, собственно говоря, и видим? Совершенно обычную картину, которую можем расценивать как доброкачественную опухоль, а тем не менее заключение морфологическое звучит следующим образом. Пограничная сирозная сосочковая опухоль с фокусами перехода высоко дифференцированного аденокарцинома. Или другой клинический пример, когда, конечно, уже не такая кистозная опухоль с типичной картиной. И, собственно говоря, здесь и при ультразвуковом исследовании, безусловно, не было четких данных о том, что это пограничная опухоль, потому что, но, тем не менее, граница с неизмененной тканью яичника тем не менее все-таки хорошо прослеживается. Вот неизмененная тканью яичника, но опухоль преимущественно солидная. Видите, такой, как бы шляпки от гриба. Преимущественно солидная. И картируется темно-синим цветом. И заключение морфологическое звучит следующим образом. Трансформация в папиллярную сирозную карциному низкой степени злокачественности. То есть на фоне пограничной папиллярной сирозной опухоли также обнаружены фокусы злокачественной опухоли. Особенностью пограничных опухолей является то, что, как правило, эти образования оперируют в два этапа. Почему? Потому что в первую очередь с картиной ультразвуковой доброкачественной опухоли пациентка поступает в обычный гинекологический стационар, который, к сожалению, в наше время не оснащены возможностями интероперационного срочного гистологического исследования. И таким образом уже после получения окончательного ответа после операционного пациентки может быть предложена повторная операция. Почему? Потому что положено при опухолях яичников, особенно при пограничных, проводить интероперационное стадирование. И если в обычном гинекологическом стационаре нет подозрения на злокачественную опухоль, пусть даже низкого злокачественного потенциала, вот это интероперационное стадирование, которое подразумевает множественные биопсии с различных участков брюшины, не проводится. И в связи с этим может быть рекомендована повторная операция. Но, может быть, и нет. По последним данным, о которых говорит диссертация Ирины Юрьевны Давыдовой, докторской, недавно защищенной в нашей клинике. И можно просто наблюдать этих пациенток. Но, конечно, нередко у этой группы пациенток бывают рецидивы. Но факт то, что они развиваются с различными промежутками. Это может быть быстро развившийся рецидив, но достаточно часто эти рецидивы развиваются через очень длительный промежуток времени. Конечно, эти пациентки подлежат активному ультразвуковому мониторингу, чего абсолютно достаточно. И почему? Потому что те, о которых, как Аракия говорила, скрытые очаги болезни, они не характерны для пограничной опухоли. И рецидив будет выглядеть так же, как и стандартная пограничная опухоль. То есть это кистозное образование, небольшое, позволяет выявить активный ультразвуковой мониторинг, небольшое образование кистозное с пристеночными сосочковыми структурами. И, соответственно, вовремя провести повторную операцию этой пациентки. А за тот промежуток, когда её возможно наблюдать, она может спокойно реализовать свою генеративную функцию, родить здоровых и счастливых детей. И на такой оптимистической ноте позвольте закончить. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Марина Альбертовна. У кого будут вопросы, пожалуйста? Значит, если не у кого-нибудь... Вот у меня тогда вопрос, да? Ну вот вы закончили на оптимистической ноте. Но всё-таки, да, большая часть доклада была немножко пессимистична. Безусловно. Большая часть доклада. Но всё-таки здесь, наверное, я надеюсь, сидят очень многие практические люди, которые вот работают. И им, в общем-то, надо понимать, да? И они первыми встречаются с теми больными, которые приходят. С больными, у которых, иногда даже и жалоб-то никаких нет. Вот просто пришли на обычный, там, скажем, профосмотр. Нужно ли всё-таки разрабатывать, может быть, в масштабах России или каких-то больших масштабах, вот системы по типу БИРАЦ, ТИРАЦ, да? Которые бы, да, понятно, они не будут скринингом, но которые бы помогли врачу-практикующему, да? Вот к нему пришёл, грубо говоря, пациент. Вот он имеет ряд набор критериев. Он их отсмотрел, отсчитал и поставил диагноз. Понятно, наверное, что это не очень будет, конечно, соответствовать, это не будет высоко специфично, но тем не менее это будет каким-то отбором больных в одну сторону или в другую, да? Вот в предыдущем докладе, ну, понятно, хорошо МРТ, но в четвёртой группе там практически все опухоли, какие только можно, в том числе все не эпителиальные, которые бывают и доброкачественные, и злокачественные. Так вот, как вы считаете, целесообразно это или нет? Безусловно, это сугубо моё мнение, так сказать, поскольку при стадировании рака не учитывается ни рака яичников, не учитывается ни структура, ни размеры опухоли. Там этих данных нет в классификации по стадированию. И поэтому, ну, это, повторюсь, моё мнение, я думаю, что на самом деле мы все идём, как бы, ну, продолжаем те тенденции, которые предлагает нам Запад, и, наверное, мы также когда-то и будем использовать эти классификации новые, и, как бы, эти же разработки и будут, наверное, и для яичников. Но я бы рекомендовала, со своей точки зрения, больше внимания уделять не изучению структуры образования, а расширять исследование ультразвуковое до, так сказать, изучения верхних этажей брюшной полости из-за брюшиного пространства. В плане поиска распространённости процесса. Ну, это вообще, конечно, смешное деление, там, брюшная полость, малый таз. Есть одно заболевание и один какой-то подход, да, и, естественно, если мы видим образование в проекции яичников и видим ещё что-то в брюшной полости, конечно, мы должны задуматься, безусловно. Но, к сожалению, наверное, это вияние времени. К сожалению, это вияние, вернее, правильно сказать, вияние времени. Ну, и вот второй тогда вопрос, но тоже в том же духе. Вот на одной из форумов, на которых я была, там выступали разные лекторы и говорили к тому, что вообще, в принципе, вот, может быть, на ультразвуке, а может быть, вообще в целом диагностика эпохоличников, а не надо заморачиваться, эпителиальная это опухоль, не эпителиальная, там, какая ещё, ставишь просто образование и всё, раз мы не можем ничего сделать. Как вы относитесь к такой теории? Ну, как бы, как вам сказать, у меня просто старая школа, у меня наши онкогинекологи в своё время учили таким образом, что задача морфологического диагноза – это не задача ультразвукового специалиста. Это действительно прерогатива патоморфолога. Поэтому я бы не рекомендовала углубляться до такой степени. Дело в том, что все вот эти различные семиотические варианты ультразвукового изображения, или, так сказать, изображения при магнитно-резонансной томографии полученного, они, собственно говоря, нужны для дифференциальной диагностики с неопухолевой патологией, на мой взгляд. Но ведь есть опухоли, которые мы чётко знаем, как они, какой структурой нет. Конечно, да. Например, те же дермоидные кисты, фибромы, текомы. Мы можем в тексте, нет, я считаю, что мы можем в тексте писать, что, скорее всего, да, это может быть муцинозная опухоль, или это эндометриоидная. Да, муцинозная, да. Но в заключение, вот, по крайней мере, мы никогда не пишем морфологический диагноз, потому что, ну, я считаю, что действительно это прерогатива патоморфолога. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. Ну что, дорогие коллеги, у нас, в принципе, время вышло, да. Наверное, если у вас будут вопросы, вы какие-то вопросы каждому лектору зададите отдельно. Ну и в завершении я хочу сказать, что, конечно, это тема, которую мы будем обсуждать ещё очень долго. Совершенно правильно вот сказала Малина Альбертовна. К сожалению, пока мы не знаем природы, причины, очень сложно и диагностировать. И вот, как, наверное, будет сказано в ряде случаев, и лечить. Но, безусловно, мы стараемся, мы идём вперёд. И, наверное, всё-таки разработка системы по типу Бира, Байратс, Тирац, ну, она во всяком случае может облегчить работу практического врача. С тем, чтобы он хотя бы знал, кого надо отправлять в дальнейшем уже на экспертные исследования в уже какие-то специализированные лечебные учреждения. Но, собственно говоря, тему мы сейчас не закрываем, потому что следующая сессия у нас будет посвящена перитониальному канцероматозу, а это, в общем-то, напрямую связано с опухоли яичника. Поэтому, если у кого-то будут вопросы, вы можете потом или в течение секции задать. Продолжение следует...